Ну до конца уроков шли, даже очередь целая стояла здесь. Всех детей снимали с температуры, температура была высокая, 38 с лишним. Пришлось вызывать родителей. И закрывать школу на карантин. Татьяна Смирнова, медсестра 89-й школы Ярославля, сама на грани больничного. В медицинском журнале десятки записей о заболевших учениках. Буквально за неделю вирус подкосил учащихся 12 из 32 классов. Сначала три класса заболело, потом еще два класса, потом еще три класса. Заболело у меня среднее звено. Удивительно, что младшие школьники оказались не больные. А вот среднее звено, это 5-9 класса, ребята попали под карантин. В Роспотребнадзоре сообщают, что в Ярославской области на сегодняшний день ОРВИ и гриппом заболели более 7 тысяч человек. Количество закрытых на карантин школьных классов приближается к сотне. Полностью на профилактику закрылась и 78-я школа Ярославля. В зоне риска не только ученики, но и преподаватели. Сегодня они ведут уроки дистанционно. Дорогие мои ученики, я надеюсь, что ваше здоровье в порядке. Выздоравливайте. А если это уже произошло, то предлагаю вам повторить тему морфемика. Потому что впереди нас ждет диктант. В прошлом году вакцинацию от гриппа в Ярославской области прошли 329 тысяч человек. Им болезнь не страшна. Для тех, кто не прививался, выражение «болеть дорого» стало как никогда актуально. О том, насколько в аптеках выросли цены, ярославцы знают и без статистики. Поэтому сейчас лучше акцентировать внимание на профилактике. А при подозрении на грипп немедленно обратиться за помощью врачей. Если отмечаются такие симптомы, как затруднение дыхания, боли, выраженные в грудной клетке при кашле, падение давления, рвота, жидкий стул и все это на высоте температуры. То есть, если температура 39 градусов, 38,5, необходимо вызвать в таких случаях скорую помощь для решения вопроса о госпитализации. Специалисты отмечают, что речь об эпидемии пока не идет. Сейчас идет сезонный подъем заболеваемости. И в то же время не лишним будет напомнить, что защитная маска и избегание массового скопления людей помогут не попасть на больничный. Евгений Журавлев, Сергей Мазилов, Денис Лосев. День в событиях.